Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Это программа о памятных датах Земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке Псковско-областной универсальной научной библиотеки. В студии Ирина Лукина. Итак, на календаре 7 декабря. И я решила начать рассказ о дне сегодняшнем с того, что переходило от поколения к поколению и дошло до наших дней. Вы спросите, что я имею в виду? Древние традиции. Дело в том, что именно 7 декабря наши предки открывали санную дорогу. Малышня каталась на санках, а те, кто были постарше, катались на санях, в которых запрягали украшенную лошадь. И мчались эти сани по белому снегу, скрипящему от мороза. В этот день было принято устраивать гонки на санях. Все жители селения собирались на пригорки и катались на повозках. Девушки и парни присматривались к потенциальным невестам и женихам, чтобы сыграть свадьбу после Рождества Христова. Не случайно день 7 декабря называют днем Катерины-санницы. Сани служили серьезной подмогой на крестьянском дворе. На Екатерину-санницу их было принято скатывать с горы, а еще полагалось катать весь деревенский лед. Девушки старались прокатиться в одних санях со своим любимым, верили, что это сделает их союз крепким. Ну а вечером на Екатерину было принято гадать. Девушки, мечтающие о замужестве, сажали в катке молодые ветви вишни. Если веточка расцветет к Новому году или Рождеству, то в следующем году ее хозяйка под венец пойдет. А еще по погоде 7 декабря определяли зимнюю погоду. Считалось, что если в этот день погода ясна, значит зима будет холодной. Если же тепло за окном, то морозы ударят во второй половине декабря. Мы с вами уже стали привыкать к европейским зимам, когда в декабре за окном можно было увидеть зеленую траву. И сету им вот раньше зимы были снежные, морозные. А вот историки свидетельствуют, что в 15 веке, а именно в 1478 году, в Пскове в этот день наблюдался ледоход. Настало потепление и как результат наводнение. Река Великая встала в третий раз. Лед был неровным до самого озера, писали очевидцы того времени. 7 декабря 1898 года в деревне Зенково, сейчас это территория Пустошкинского района, родился будущий герой Советского Союза Петр Васильевич Барабанов. Участник Первой мировой гражданской войны. В 1941-м, с начала Великой Отечественной войны, он в составе Рабоче-крестьянской Красной Армии. К сентябрю 1944 года ефрейтор Барабанов командовал отделением 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Осенью 1944 года, в ходе прорыва линии обороны немецких войск, Барабанов первым в своем подразделении поднялся в атаку, ворвался в траншею противника и уничтожил гранатами две пулеметные точки. Отделение Барабанова первым в своем батальоне переправилось через реку и захватило плацдарм, обеспечив тем самым переправу другим подразделениям. Указом Президиума Верховного Совета СССР в победном 1945 году ефрейтор Петр Барабанов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Ну а как день сегодняшний войдет в историю, покажет время. Вспомнить все. КОНЕЦ КОНЕЦ